Здравствуйте, уважаемые слушатели! Прослушайте лекцию по дисциплине «Инновационная экономика». Тема номер один – «Основные понятия инновационного развития, введения в теорию инновации». Пункт вашего лекции – первое – «Сущность и свойства инновации», второе – «Инновация и предпринимательство», и третье – «Классификация инноваций». По первому пункту – «Сущность инновации». Интерес к проблемам инноваций в последнее время резко возрос. Понятие инноваций впервые появилось на участие от культурологов в XIX веках. Обычно речь идет о инфильтрации европейских обычаев, использовании организационного традиционного азиатско-африканских сообщества. Основоположником теории «Инновации» считает Шумпенгера. Он в своей работе «Теория экономического развития» рассматривал инновацию, то есть новые комбинации, как средство предпринимательства для получения прибыли. Автор предприниматель называл хозяйственных субъектов, функцией которых является как раз осуществление новых комбинаций, и которые выступают как его активный элемент. Позднее Шумпенгер выделил пять типичных изменений в экономическом развитии. Это использование новой техники, новых технологических процессов или нового рыночного обеспечения производства. Второе. Внедрение продукции с новыми свойствами. Использование нового сырья. Изменение в организации производства и его материально-технического обеспечения. И появление новых рынков сбыта. Значительный вклад в схему инноваций внес Кокракев, который обосновал теорию больших циклов продажительств 50-60 лет. Разработал модели циклов конъюнктуры. Он доказал, что переход к новому циклу связан с расширением запаса капитальных благ, создающих условия массового внедрения, накопившихся изобретений. Кокракев связывал переход к новому циклу с техническим прогрессом. Он говорил, перед началом повышательной волны каждого большого цикла, а иногда в самом ее начале, наблюдаются значительные изменения в условиях хозяйственной жизни в обществе. Эти изменения обычно выражаются в той или иной комбинации в значительных технических изобретениях и открытиях, глубоких изменениях техники, производства и обмена. Главную роль в изменении экономической жизни общество Кокракев отводил научно-техническим инновациям. В мировой экономической литературе инновации интерпретируется как превращение потенциального научно-технического прогресса в реальных, воплощающихся в новых продуктах и технологиях. В исследовании экономистов термин «инновация» стал широко применяться в переходной экономике к рыночным отношениям. Для этого, до этого, в экономической литературе, проблематика нового ведения широко освещалась в рамках исследований научно-технического прогресса, развития науки и техники. Для того, чтобы эффективно управлять инновациями, необходимо четко понимать смысл и значение термин «инновация». В классических словарях Ожикова и Таля понятия «инновация» нет. У Ожикова термин «инновация» — это отлично новое новшество. Новшество, новый порядок, новобычий, метод изобретения. У Таля — новшество в потребляниках ведения новизмы, новых обычных и порядков. Также в большом советской циклопедии понятия «инновация» также отсутствует. В английских терминологических словарях термин «инновация» является синонимом нововведения и «инновшество». В ряде известных последних годов энциклопедии словаря «инновация» также отсутствуют с нововведением и «инновшество». И на основе изучения экономической литературы, например, понятия «инновация» можно утверждать, что существует множество ее определений. Анализ проведенных определений термин «инноваций» позволяет отцитировать, что распространены три точки зрения. Первая — «инновация» также связывается с нововведением новостков. Вторая точка зрения — «инновация» рассматривается как процесс создания новой продукции, технологии, новшества в сфере организации, экономики и управления производством. Третья — «инновация» как процесс внедрения производства новых изделий, элементов, подходов, качественно отличных от предшествующего аналога. Второй пункт нашей лекции — «инновация и предпринимательство». Под «инновационным предпринимательством» в широком смысле понимается процесс создания и использования в коммерческих целях технико-технологических нововведений. В основной массе инновационные предпринимательские деятельности базируются на нововведениях, сверхпродукции, работ, услуг, позволяющихся оборовать в качестве иной рынка, содействовать удовлетворению новых, пусть даже не отринарных, общественных потребностей. Инновации в данном случае служат специфическим инструментом предпринимательства. При этом стоит отметить, что не инновации как таковые являются предпринимательскими инструментами, а именно направленный, организованный поиск новше, постоянно нацеливаясь на них предпринимательской структурой. В современной литературе экономического содержания речь идет о трех основных ведах предпринимательства в инновационной сфере. Первое. Инновационная продукция, в целях создания которой требуется постоянное и качественное новое обновление рынков сбыта в отпускаемых предприятиях продукции, обеспечение достаточных условий выживаемости предприятия, наращивание объемов образуемой прибыли, расширение рыночного сегмента, эффективное сотрудничество уже с существующей клиентурой, укрепление независимости и престижных предприятиях, формирование новых рабочих мест. Второе. Инновационные технологии, в целях эффективного использования которых, требуется постоянное обновление производства продукциалов предприятия, ориентировано на увеличение производительств труда и экономических, энергетических, сырьевых и прочих ресурсов. Применение инноваций представляет возможность увеличения объемов прибыли предприятия, совершенства техники безопасности труда, проведение мероприятий по защите экологии, эффективное использование внутрифирменных и информационных систем. И третье. Социальные инновации, предполагающие полномерное улучшение социума фирмы, использование социума инноваций, дает возможность вести эффективный поиск рабочей силы на рынке, ориентировать коллеги фирмы на решение поставленных задач, укреплять доверительные отношения между сотрудниками и руководством предприятия. Третье. Классификация инноваций. Рассматривать, будем смотреть по критерию и по их видам. Первый критерий – это уровень новизны. Ему соответствуют эпохальные, базисные или радикальные, улучшающие, то есть поддерживающие, все инновации. Следующие критерии – влияние на рынок. Выделяют подрывные и неподрывные инновации. По критерию тип технических параметров, выделяют продуктовые и процессные инновации. По сфере распространения инновации выделяют новые для сферы бизнеса в мире, новые для сферы бизнеса в стране, или новые для данного предприятия. По критерию предприятия выделяют замещающие, отменяющие или расширяющие инновации. По охвату локальные, системные и стратегические. И критерии время выхода на рынок. Выделяют инновации лидеры и инновации последователей. На этом спасибо за внимание. Наша лекция закончена.